Дедушка Нургл примет всех, кроме дзинчитов. Я вас приветствую, друзья, с вами Верос. Это Мрухан продолжает уничтожать неугодных нам мерзавцев, которые, ну, по своей сути, неприятны ему. Ну, сами по себе такие отвратительные создания, что требуют исключительного уничтожения. Ну, и с ними скавины заодно захотели самоликвидироваться. Ну, раз захотели, мы не станем сдерживаться. Мы продолжим этот путь. Сами захотели, сами и получат. Так, а тем временем, этим временем мы практически уже уничтожили Нульн. И вопрос идет на то, когда мы победим? Сегодня или в следующей серии, да? Тут уже совсем чуть-чуть, совсем немножко. Ровным счетом. Он сейчас перенатой отхватит. Ну, тут правда он сливает, ну ладно. Можно было наоборот этой армией спугнуть, акугат бужа добил. Мело чик. Мы просто поддерживаем цикл, чтобы он не разрывался. Цикл не должен останавливаться. Так, а ты, как бы, считается, отыщена территорией врага. Тогда заходи сюда и восстанавливаем потери. На сопоставимые. На сопоставимые. Нет времени, чтобы уничтожить. Дрим. Построим, улучшим. Можно попытаться напасть вот этой бандой. И, допустим, сделать следующим образом. Достойное поражение нам предсказано. Ну, то есть, многих не уничтожили, к сожалению. Уничтожить он не уничтожил, увы. Ну, в любом случае, мы можем себе позволить сделать так. Ну, ослабить его, в любом случае, ослабили значительно. Армия, считай, уже не представляет угрозы. Ну, можем разносчиков заразы чисто перепарковать тут. Такой состав и оставится. Он, скорее всего, начнет отступать. Возможно, даже на ускорении. Под прикрытие этого поселения. Как минимум, мне так кажется. Он сейчас попытается сделать. Псих по-прежнему. Ничего не вылечился. Наш больной маленький псих. Многострадальный, я бы даже сказал. Его столько раз в нокаут отправили. За такой короткий, короткий промежуток времени. Прямо. Не успевает вернуться, а тут же уже лазарет. Не, ну дедушке, ну, так-то нравится. Лазарет, это его. О, вотчина. Лазарет ему по нраву. Медная крепость улучшаем. Помоет тоже. Пустоши. Пустоши осталось чуть-чуть. И подчиним полностью регион. Хотя, зачем здесь я эту гадость строю, не знаю. Главное, это столичные регионы. Больше строить нечего там. Издаем. Вассалы наши как-то не уверенно. Чимят врага, конечно. Тут еще и вот. Навчози. Чимануть решили. Можно победить, на самом деле, Навчози. Даже его медведь не сильно повлияет. Ну, потому что тут будут нападать с двух сторон. Одну часть армии разметили, поэтому вторую, но сейчас не будем это делать, правильно? Эту формальность. Я думал, полностью уничтожить. Вот сейчас логично было бы, если полностью уничтожил. Тогда прям нагадил он. Тогда прям максимум испортил его настроение. А кто тут могли и союзники забрать это поселение? В целом не отошел бы от наркоза. Ну вот, союзники здесь сейчас могут забрать. Кровавая гавань. Крысы не решились нападать там. Крысы пошли на свое поселение. Ну, значит, эту бомжи армию мы отправим в данную сторону. Так. А я не вижу, куда ушла армия, кстати. Смотрите. Они однозначно сбежали из города, но это сбежал другой состав. Это сбежал другой составчик. То есть мы за ними можем погнаться. Они еще и сами в засаду. А-а-а! Эта армия как раз встала с засадой и нас поймала. Ну, красиво, красиво. Молодцы. Смотрите, какую схему провернули. Прямо как игрок обычно делает, да? Приманка и более серьезный состав. Но серьезный состав тут тоже остался без должного уровня. Тут даже гарнизон их, мне кажется, вынесет в одну калитку. Так что вторую армию привлекать уже не стану. Необходимости нет. Тамурхан. Тамурхан, Тамурхан, но ты дотягиваешься. Никуда тебя переносить не будем. Так, я вижу армию. Рискнешь на владыку напасть? Или все-таки пойдешь на кровавую гавань? Мне кажется, он попытается кровавую гавань захватить. Вот очень сомневаюсь, что там примет попытку уничтожить пока есть еще, скажем так, больший шанс. Не то, чтобы у него прям шанчища победить. Нет, у него просто сейчас больший шанс за счет потерь, которые не успел восстановить. Не успел восполнить Тамурхан. У Эспид осталось два поселения, которых я вижу. Ислив молодец, молодец. Форд тут забрал. Прям истинный последователь. С тобой вдруг почему-то отношения начали улучшаться. А что это ты приняла неизбежное? Ну, так-то она, конечно, сторонник смерти, да? Но там чуть другой взгляд у них на дело с некромантией, и уж тем более с дедушкой норгулом. То есть на фоне чего улучшаются? Все показатели, которые мы видим в разрезе, говорят только об ухудшении отношений. То есть улучшаться отношения могут только если какой-то негативный эффект начинает уже сходить на нет. Ну, то есть по сроку давности, назовем это так. Что было бы вполне логично, ведь надежность восстанавливается со временем, так и отношения могут забываться. Ну, там некоторые проблемы и разногласия. Но такая система в Total War, к сожалению, пока еще полностью не реализованы. Вопрос когда-нибудь ли будет реализована система с прозрачностью взаимоотношения и дипломатикой. Ты остаешься. Там пусть уже Кугат добьет. Хотя нет, тут же у нас лютарчик есть. Демон-принц. Это на его плечи ляжет. И последнее поселение Грюнгцинт. И теперь ухудшаются отношения. Ты остаешься. Вы нам нафиг не нужны. Мы можем даже сегодня одержать победу на самом деле. Если сейчас какое-то войско мерзкое не нападет на Тамурхана и там у нас не поверят ну или скажут что скорее всего мы сольем. То есть мы победим но сольем отряды то мы можем одержать полноценную победу в этой серии мирный таковор чё они телепортировали с ним а ты вознесся давай становись именно там у нас одноглазый был чуть отличаешься похищение души авторитет и раздушься души дотягиваешься пока что нет Тамурхану тоже вызов в итоге не бросили он наверное в город вернулся да он вернулся в город тяжелую победу предрекают никого мы не теряем поэтому продолжаем наше победоносное шествие кристаллические шпили на следующий ход мы не дотянемся но я могу телепортироваться в кристаллические шпили другой вопрос что мне бы лучше восстановить потери возможно но если захватить кристаллические шпили то может время не будем терять можем на следующий ход сюда захватить сюда и потом телепортироваться допустим в рощу погибели и все а тут еще медный мост могут забрать опять же скорбранд не умеет спокойненько существовать и он просто чахнет увядает и загибается или а ну-ка давай окружить окружить просто если мы тебя уничтожим то я получу полную победу мировое господство ну а это красиво сделать когда мы уже всех уничтожим раз уже взялись за уничтожение дзенчитов давайте этот процесс осуществим просто осаждаем никуда не идем ничего не делаем великий герцог к сожалению поселение тут кислевиты взяли ну тогда мы сидим тобой тут с тобой как у нас отношения улучшаются одобряют как-то вяло на самом деле тамурхан блистаргал исторгал темп то есть я не телепортирует этот амурхана лучше восстановлю потери лучше восстановлю потери ну правда не хватает но тут словно реально все равно лучше прыгнуть мы с этой стороны ну как-то цикличнее пойдем хотя они убегают тут их может перехватывать с той стороны еще придется телепортируйся остермарк другой армии нет по идее сейчас новую создать эльспид фундракен не сможет полностью контролируем ее существование как лабораторную крысу ее заперли и просто наблюдаем ждем часа когда придет будет необходимое оборудование и мы сможем провернуть свой маленький эксперимент и не надо там думать всякие гадости мы играем за нургла у нас другого рода гадости в качестве эксперимента происходят не надо не надо так этих мы передвинули по факту осталось только три армии для перемещения остальное все я игнорирую и могу только но тут сейчас замедлить где-то 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 хотя вот можно вот так запустить такую чуму сытость сытость и сырость добро пожаловать и далеко не бегай от нас пугать еще как подкрепление но просто дополнительная гарантия что тут ничего не произойдет сверх естественного все герои кстати бегут в эту сторону все пытаются помочь карлу францу вот карла франца заменит как думаете если честно думаю что нет тут уже легендарный герой и до менять на более ну в данной ситуации как минимум мощного персонажа в игре так не крути но эльспит фон дракен более ценный более как и сама ее фракция здесь это было бы логично но игра посчитает что все-таки легендарный лорд уже назначен другому там делать нечего сейчас ему нужно создавать новость такая новую армию не в состоянии как бегут смотрите прям активно сваливают зато и вторая армия заразилась поэтому потери восстанавливать не смогут сдаем ход уэйн объявил войну кстати хувэнь это неприятная войне тут следовало бы армии сработать у меня еще и чумы нет которая бы хорошо зашла его сторону смотрите что за чумка любопытная ты не болеешь я мог напрямую зачем я это сделал не знаю мы то по факту сейчас даже заразить армию не можем таким образом уйти свое поселение не может заразить пойдешь сюда заражать так ладно это было гениальное решение он хотя ты не дотягиваешься ты не сможешь заразить тебя реально в другую сторону надо было тащить и ты сюда тоже не успеешь печально печально это это и это и и и и и и никакой пощады динчук и создать армию все равно нужно в китайском регионе здесь оперативным как так привлечь давай тебя но армии надо более-менее с приличными бойцами потому что монстры знатные там и выше эльфы представлены элиты и катайцы представлены элиты бойцы гномы ну гномы кстати посредственных закинули там только железные ящеры зато есть стражи ворот где мы еще в поле их увидели да прикольно что им прям полностью роста доступен еще бы мы увидели каких-нибудь уникальных там бойцов как у алита нара на бойцы который только у него исключительно а есть либо бэтмен местный от орион с его механикой с механикой вряд ли наверное да все таки вытащить этот отряд а вот у алита нара если посмотреть со стороны то шансы куда лучше великий герцог ты просто остаешься ждать псих как раз пришел вот она ваше воссоединение легендарное легендарное воссоединение я не нанял 4 малого ответ на нем монстров заговорился и недоукомплектовался у мелочи ладно правда тут еще бы армию создать у него сволочь такая отпочковались а эти отпочковавшиеся неприятные создания иди сюда я смысл супец знатный заварим замедлением сразу такое комбо дабы ты не восстанавливался и не лез так пусть будешь ты вот тут можно чисто какую-нибудь такую армию налетчиков армия догонял к будет а ну тут еще этот появился на следующий ход можно ему будет по угрожать тогда это не от него отпочковались и еще думаю как он так успел и здесь зародить и там сразу что ли походил это некрасиво с его стороны короче погибели так куда телепортируемся ну давайте в рощу погибели переносимся а разбитое колесо уже уничтожен это было последнее поселение минус 1 дин щит и как-то воздухе сразу стало приятнее до сразу стало больше гнили пути самого гнилого на самом деле по своей сути мы уже уничтожили естеству своему конечно же тут дедушка ну где эти армии надо отправлять наверно сражаться тоже быстрее было и этих агентов наших прошерстить тамархан оккупировать вижу дотянешься тут уже не надо на всякий случай вдруг тут какая-нибудь хрень болото или еще что-то на пути у нас станет лучше проверить герой на следующий ход сможет здесь призвать этот герой о блин они прикиньте инкаре тут щимят по жесткому прям вот он так притих ему оказывается приятно там с этой стороны инкаре появился новый фаворит китайский еще проблемы быстренько закроем этот бежит тебе угрожаем хотя лучше тебя сразу в топтать в грязь папа вампирчики отказались этой гадости объявлять войну оставляется бунт на корабле а я так думаю сейчас у нас портал не там построить портал будет возведен не в той стороне хотя подожди они считаются моими вассалами а как так вообще может быть что вы просто отказались воевать такое бывает вампир отказались вступать войну с этими бомжами но при этом остались нашими вассалами это что у них за вип подписка на нурглита или дедушка настолько добрый ну в целом если не хотите можете не воевать мы вас не будем за это наказывать не будем кровь вашу пускать хотя она уже не двигается у вас даже эта армия справилась полностью и уничтожили да с вами расправились продолжаем наводить порядок мы просто разбирались лишь с одним дзинчитом а второй ну не чувствуя наше давление нашего дыхания решил подышать в спину пенкаре тем временем где мы герой есть монолитта пара смерти говорится разрушение нам культы понадобятся с этой стороны может быть он тоже что-нибудь отберет часу инкаре но все же еще пока идем нормально битва займет не думаю так много времени финальная в итоге трехрогово поэтому сегодня похоже мы закончим сегодня мы поставим эти эти точки так а тебя я должен был блин телепортировать тут я косякнул надо было вот сюда тебя переносить в итоге сейчас уже разницы нет тащить тебя так или телепортировать можно на всякий случай тогда отправить культ поставить я не буду разворачиваться в эту сторону сюда вон представители кхорна идут две армии моих тоже выдвигаются поэтому по идее все должно быть чин-чином может быть даже на дворец разрушение сразу кинул пока он не укрепился после хотя изменяющий монолит может и покоцать мою армию поэтому не исключено что придется сначала пойти здесь мелкий город взять хорн где он тебе объявляет войну где он появляется он уже какой раз появляется но я его не вижу он же должен быть тут есть ты его уничтожаешь прямо в одночасье мы первое место за ним мелочь но приятно что хорн передумал это слишком пассивный к хорному сражение противопоказаны говорит давление скакать начинает у тебя чё три хода ну за три хода не успею придется снимать осаду придется снимать осаду с франца можно было и этот город забрать чтобы армию ликвидировать полностью я уже нацеливался сюда на автомате и пошел хотя правильнее было бы все таки цветилищем мучения это как у меня вообще по этому идет строительство да ё-моё а вы чё снесли тут все все отменилось или вот он он появился а не вот он появился йохан 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 и чё ты можешь делать так может создать культ должен служить тайным целям своего темного культа ну пошли поставим где-нибудь ай в серебряной вершине постройка в целом постройка разрушается а культ не исчезает ага я думал это чуть неправильно написали думаю ну наверное культ в любом случае разрушится тоже отступаем и окружаем но хотя все равно два хода может дать ему один ход хотят подышать а подыши свежим воздухом пока все таки объявляет войну смотрите союзники которые отказались присоединиться мерзкое создание ну уж не мой уже город я хотел снимать осаду по привычке хотя возможно сегодня о подожди представитель хор на тут свое взял я уже считал что ты настолько ленивый бесполезный что даже с этой задачи не справишься в целом так то тут уже конвульсий вряд ли смогут что-либо предпринять мою сторону но куда-то попознал такого сейчас перекидывать дракингов я не стану на следующий ход мы пойдем уже драться можем вот тут раз ты настаиваешь раз тебе стало любопытно мерцеза пока сны ты наш который решил сделать так возможно и не сегодня мы закончили компанию давай обра это читер не даже в итоге получается со всеми технологиями там постройками чем у вампиров вампиров же тоже можно армии на местах крупных сражений оперативно организовывать вампиры правда при этом все равно самый неприятный противник с точки зрения когда им правит искусственный интеллект ну нурглит я не видел чтобы так под руководством компа 4 или сильно сильванию осаждать начал серьезно не рискнул напасть на него до всей толпой пришел и все равно в него не верят то есть они во первых часть бойцов возвращаются же после ранения во вторых искусственный интеллект не стесняется нанимать уже раньше м словно старался не набирать раньше словно прям стеснялся замок дракенгов ты можешь и сам его взять но символично чтоб пришел тамур хам казнил предателя проект но культист должен будет а ну тут в крепости как раз есть уже что ништяк владыка возможно ты по курсам и будет сейчас да а вот цены чуть-чуть опубликовать вот там вторая армия если что на подхвате она восстановится с мы тот маленький бунт и чисточайшим образом подавим и отправляемся на битву финальную баталия хотя больше дал времени подышать час карлу францию зачем сопротивление собрал хоть какое-то бегут а тут и инкаре вон что-то решил почему-то пройти мимо одного поселения напасть на на это наверное мы так спокойней может заначка тут какая в принципе он и сам давай его уважаем он все-таки сделал важное дело разбил основные силы мы тебе дали шанс ты не захотел окружить карл франц по-прежнему присоединил в принципе только героев словно у него денег нет прикидывается нищим бедолага крепость прокляты с другой стороны может и не надо и дотянешься тамур хан пусть восстанавливает потери ему еще сражаться хотя бы два хода чтобы полностью восстановить потери этих мерзавцев он уже проучил и и дальше их похоронят уже без него он их уже уничтожил он уже сделал все правильно и верно создан культ успех это у нас сразу как со скавинами а ну вот побольше культ становится до со скавином стоп у скавинов уникальная постройка сразу есть а здесь покоя мага культа кстати полезная вещь доходы от местных поселений есть по доходу это классная вещь еще и вероятность обнаружения и раскверно нургла 50 или более то тут ранг нанимаемых героев скверно нургла увеличивается там 75 если есть все уже дальше до 100 добиваем ну то есть классная вещь я недооценивал этот культ штамповать испытание адептов классная вещь прям очень после возведения постройки культ будет уничтожен вот культ к сожалению то что будет уничтожен да а здесь сама постройка будет уничтожен все остальные если так возводить они уничтожают пульт целиком а здесь процент пути знак выйти с хорошим серия получится нестандартный чуточку правда а времени но уже уже финале и носить этот маленький бой не думаешь ты смысл есть гоняйся за этой подалью так от вас мы не услышали сообщение что вы уничтожены еще один ход сдать придется мы отправляемся сейчас набит на темном на речи ходят слухи что на каждого кто выживет проведя ночь заколдованном лесу во время хексин хексин снахта еще одна ночь какая-то новая да снизойдет благословение дикой магии гором никто из воителей хаоса еще не мог подтвердить это на собственном опыте но там урхан решил разбить лагерь в самой темной чаще старого леса на закате это будет непросто какие бы чудовища не таились во мраке вскоре они дадут о себе знать и до восхода солнце прольется много крови погнали ну пока ничего такого прям ужасного максимум воплощение стихий звериной из нестандартного набора бистменов остальное ушатываемые ушатываемые господа древняя мудрость гласит что любой лорд хаоса который сумел пережить в темных мрачных лесах зверолюдов обретет дар дикой магии желая проверить легенду на практике там урхан разбивает лагерь под сенью деревьев и вскоре на него обрушивается орда звероподобных дикарей чтобы овладеть волшебством горы там урхан должен выстоять перед их натиском и обогрить лесную землю кровью зверолюдов слишком мощные создания до всех сторон и нас размещение будет или сразу драка размещение есть хорошо да так так толпа монстры преимущественно разделены с левой стороны так идем к скале будет намного приятней обороняться только вот стрелкам неудобно как-то сожалению одного надо будет любом случае вверх затаскивать и скорее всего ставить где-то один будет смотреть в ту сторону наверное мы поставим впереди все равно избранных там главное монстров чтобы стрелки ликвидировали они первые подойдут болеющие тени ведут за собой орду убейте лезут полчища зверей стреляешь неправильно убегают тучи например и у а а огонь сюда у нас со спины попытаются обойти мне кажется ой тут еще идут победить именно героев надо пусть идут что там подводишь это интересно есть твоем составе еще у велико над видим вести горов ну и ничего сверхестественного какие-то жиденькие тут воители хаоса пытались судя по всему победить а а по тебе кто-то стрелял или это так пушка попала и те больно сделать просто герой по ним в потере здоровье непредвиденное а и а 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 так но эти полезли на стрелков все-таки и 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 победа практически одержана пути только первую армию мы добиваем блин ты что ли выстрелил это неправильно стреляешь была бы возможность допустим артиллерии в такие вот замесы чтобы не переживать что он в линию соприкосновения начнет закидывать да допустим сказать стрелять только по стрелкам допустим с а 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 и а а и а и а а Уходите, сказали. Так, одного опрокинули, по идее этого считается достаточно, что мы уже победили его. Где вообще надо запрещать стрелять? Субтитры создавал DimaTorzok Все, Фемира тоже надо уводить. Огры тоже у нас... Заканчиваются. Хватит с них. Второй тоже вон за малым готов уже бежать. То есть мы можем сконцентрироваться прям исключительно на них. И тогда... Прощай. У нас как бы еще в бою, поэтому на всякий случай закидываем. Ну, он тоже уже побежал. Ну, хоть драка в лесу происходит, как обещали. Так, редкий очень лес. Бум. Ну, улетел от удара всего лишь один, видели? Остальные. Остальные стойко приняли. Просто стойко начали отступать. М-м-м, просто и лаконичным. Вы можете называть его безумным стариком, возможно, так и есть. Но я видел, как он возглавил приступ о Блынской цитадели в попытке выбить оттуда зверолюдов. Боярин Канатес о Костолтыне. Безумный старик. Услужений. Ну, в общем. Все сходится. Все есть. И... Бисменов мы тоже бьем, вон. Зверолюдов. Частенько причем. Канатес. Имя-то, конечно, интересное. Так. Победа одержана. Теперь трехрогий тоже нам верен. Все битвы вождей Тамурхана мы сыграли. Все это было легендарно. Ну, а... Вишенкой на торте, похоже, все-таки станет уничтожение Дзинчика. Потому что сейчас я поставлю точку с... Вот, что там у нас? Орки пришли. Поставим точку с нульным. Верхушки через думал просматриваются деревья. И мы полную победу одерживаем, друзья мои. Полнейшую. Статистика, кому она интересна. Я, кстати, по-моему, в малой победе так и не открыл статистику. Да, единственный момент. Вот. Все, что мы сделали. Все, что у нас было. Все, что происходило. Общий доход. Какой есть. Сколько денег получили, да? От построек. Максимальный доход 164 тысячи, кстати. Интересно. У меня был доход побольше. В какой-то период, на каком-то этапе. Но это доход, это не прибыль, считается. Общие расходы. Хотя, наверное, за счет разорения доход считался, что на каком-то ходу я за счет разорения получил максимальный доход такой. 164 тысячи. В принципе, вполне логично. Нанято отрядов. Ну и за счет сражений плюс все-все-все-все-все. Всего 5 тысяч. Всего битв сыграно лично битв. 44. Волично. Сухопутные битвы. Засадами 3. Всего побед. Побед на суше. Поражение. Занято поселений. Герои. Героев потеряно. 37 героев потеряно. Офигеть. Мне кажется, я столько не терял героев. Какая-то странная статистика в этом плане. Ну да ладно. Отрядов нанято. Лордов убито. Лордов потеряно. Нанято отрядов. Уничтожено отрядов. Но здесь, в отличие от того же Троецарствия, не пишется, сколько в численном количестве мы потеряли или убили бойцов. Тут есть именно по отрядам. Такие вот дела. Ну а вишенка, как я сказал, у нас сейчас станет уничтожение Дзинча. Главное, чтобы за этот ход нас никто из вассалов не предал. То такая себе вишенка горчить немножко будет. Там-то еще где-то живой. Бегает, по идее. Или его все-таки уничтожили. А ну-ка, сколько фракций? 14? 14 фракций. Переверты же. Он же должен где-то бегать. Ну, фракции 18. Есть он незнакомое. Возможно, просто перевертыша я не знаю. Мы с ним не познакомились. А кто с ним воевал, тех мы уничтожили. И в итоге Дзинча, ну, не быть ясным. Словно его и не было. Мне кажется, то, что героев потеряно, это учитывается ранение. То есть, когда нашего героя ранили, но он потом вернулся. Ну, вот, вернулся. Все. Его же не уничтожили. Блин. Неправильно ты делаешь. Давай. Негоже так вишенку затягивать. Слонеж нападает. Отлично. Слонеж уничтожает. Их мы забыли. Ну, там в начале, да, есть фракция неизвестная. Это, скорее всего, перевертыш. И о нем мы фиг узнаем. А, еще и дракенгов. А, подожди. Дракенгов же... Че я успокоился, да? Я думал, что я уже задавил его за родуш. У него же еще каракадрин, подаренный нами. Но был. Вот. Тогда вообще идеально. Тогда идеально. Я чуть запамятовал про это поселение. В итоге и мятежника, который пытался выехать, уничтожили. И дзинчитов уничтожили. Ну, а перевертыш пусть прячется. Может быть, это и есть перевертыш. Или вот это перевертыш. Или вот это. Ну, это вряд ли. Слишком мелкая сошка для него. Ну, если обыграть данную ситуацию. Такое вот прохождение, друзья мои. На сегодня все. Мы завершаем прохождение за Тамурхана. Что будет дальше, не знаем. Может быть, даже и не по Вахе сделаю еще одно прохождение какое-нибудь по исторической части Total War. Может быть, по Вархаммеру еще. Посмотрю, подумаю. Пока не решил. Такие вот дела. До скорой встречи. Всем добра. Пока-пока.